Когда мужчины вместе с женщиной начинают жить, то их совместный эгоизм растет каждый день. Вот это вот желание наслаждаться друг другом в семье, которую мы так ждем, оно же рождает сильное желание эксплуатировать близкого человека. Это желание растет вместе с наслаждением. Чем больше наслаждения, тем больше нужно. Потому что само по себе желание наслаждаться не является правильным с точки зрения отношений. Это, наоборот, сила, разрушающая отношения. То есть люди наслаждаются друг другом, у них увеличилась сила, разрушающая отношения. Единственное, сколько это сила противостоять этому, это духовная жизнь. Нет духовной жизни, значит, эгоизм будет увеличиваться. И с ним ничего не сделаешь. Эгоизм увеличивается, мы ругаемся. Если мы ругаемся, значит, неудовлетворенность появляется. Неудовлетворенность рождает измену. Потому что в обществе нет защиты от измены. То есть эта культура сейчас пропагандируется свободной жизнью по всем телеэкранам. То есть в любом фильме, который люди смотрят, вполне естественно изменять. Нормальная вещь вполне. То есть культура людей настолько низкая в уровне тех, кто задает вот этот вот том, как создавать отношения, какие должны быть отношения. Очень низкая культура у этих людей. Ну, можно было сказать, и почему бы не так вот не привыкнуть и со изменами. То есть вот в Америке люди живут, некоторые, и они договариваются, что они как бы спят, с кем хотят, но считаются мужем и женой. Почему бы так не жить? Дело в том, что такая жизнь еще тяжелее. То есть такая жизнь означает, нет близких отношений, никогда не будет. Просто сам себя обманываешь, что ты счастлив. На самом деле никакого счастья нет, потому что счастье, это же чистое, честное отношение. Я тебе верна, ты мне верный. Понимаете, то есть все начинается с духовной практики. И сейчас нет смысла говорить, вы говорите, жить вместе или не жить. А у вас нет жизни. Вы понимаете, жизнь, вот допустим, я сейчас вам объясню вот. Если я нахожусь рядом с человеком, с которым у меня нет ничего общего, кроме наслаждения, то жить вместе с ним или не жить? Можно жить, можно не жить. Разницы нет. Надо заниматься духовной практикой для того, чтобы понять вообще, как отношения строить сначала. Что такое вместе жить? Это не означает наслаждаться, понимаете? Вместе жить означает верность, честность. А по факту потом уже честная беседа. Мы с женой должны когда-нибудь научиться честно обсуждать все. Не обсуждать с выгодой, с желанием, что-то для себя, а честно. Честно означает понимание близкого человека. Сложная вещь. Многие в семье вообще не разговаривают об отношениях. Не разговаривают о том, где люди как наслаждаться. Все. Потому что когда дети рождаются, они вообще не знают, что с этим делать. У каждого свое понимание, как воспитывать, начинают скандалы. Почему? Потому что они никогда не разговаривали, как нам жить дальше. По факту это означает нет отношений. Люди часто думают, что у них есть отношения, потому что им хорошо относиться к другому. Это не признак отношений. Это признак наслаждения в семье. Это разные вещи. Балдежные отношения прямо противоположны природой. Поэтому ваш вопрос, что делать? Заниматься духовной практикой, очищать свое существование. Вместе жить с этим человеком или отдельно? Сами решите. Не можете жить вместе, но поживите отдельно. Не считайте, что вы разошлись просто в отдельной чуть-чуть живем. Если у вас одна квартира, но живите в одной квартире отдельно. Но занимайтесь духовной практикой. Не обманывайте себя. Вот вы все рухнули. Что рухнуло? Вы хотите наслаждаться человеком, которому не верите. Вот это рухнуло. Так у вас не было отношений никогда. Вы просто поймите это. Что вы просто вскрыли ситуацию все совместно с жизнью. Истинную ситуацию вскрыли. Это изменит. Не было отношений. Поэтому что делать? Можно жить, можно не жить. Надо просто учиться жить правильно. Иначе не будет никакой жизни никогда. Нет в этом мире защиты от того, что кто-то не изменит. Вы тоже можете изменить так же, как он идет в мир. Умер любимый папа. Папа не умер. Папа не умер. Вот это первое, что надо понять тому, кто написал эту записку. Потому что если человек думает, что кто-то умер, это значит, что он никогда не найдет понимание, что с этим делать. Никогда. Потому что душа по своей природе бессмертна. Она не может понять, как кто-то умирает вообще в принципе. Как это можно умереть. Душа не понимает. И папа на самом деле не умер, потому что с ним сохранились отношения. Сейчас я буду читать дальше, вы это поймете. Хотя я не читал еще. Но я знаю, что есть отношения. Более восьми лет назад. После этого категорически не хочу детей. Браки более четырех лет. Муж хочет ребенка. Видите, человек не понял, что папа жив. И из-за этого появилось отторжение от жизни. То есть жизнь стала чужой. То есть детей означает давать жизнь кому-то. Но так как кто-то умирает, зачем давать жизнь, если есть смерть? Да? Но если человек понимает, что нет смерти, человек из одного тела перешел в другое. Если бы, допустим, вы сейчас на моем месте сидели, вы бы могли это посмотреть даже. Если бы не дать мою возможность вам, вы бы это могли посмотреть. Потому что я вижу, как тонкое тело переходит из одного в другое. Я вижу, как отделяется тонкое тело от другого, от другого, от другого, от другого, от другого, эти вещи. Я занимаюсь тонким телом всю жизнь. Зачем, как оно работает. Сейчас даже пациентов начал тестировать по фотографии. Они уже приезжают, у них все уже готово. То есть, там, кора, детки, что-то нужно сделать. Уже все готово. Ну что, разницы нет, что тестировать по фотографии, контактировать с этим человеком. Что, так, я максимально привыкнусь. Причем так же человек может контактировать с отцом на расстоянии. Есть контакт, есть связь. Люди этого не понимают. Почему мы страдаем? Человек умер, если у человека нет, сразу раз отношения нет, нет страдания. Нет отношений, нет страдания. Почему мы страдаем? Потому что есть отношения, есть связь. Почему я гневаюсь? Потому что кто-то меня раздражает. Но кто раздражает, если рядом этого человека нет? Я гневаюсь на него на расстоянии. Значит, он раздражает меня на расстоянии. Если отношений нет, нет гнева. Понимаете? Есть связь, есть гнев. Энергия возбуждает энергию. То есть, если ничего-то нет, значит, ничего нет. Вы сидите на стуле, он, допустим, неодушевленный. Вы инертно к нему относитесь. Но если бы он был живой, от него бы исходила энергия. Он бы шевелился там, что-то открептел под вами. И вы бы реагировали на это, понимаете? Но вы сидите на неудушевленных предметах. Так люди реагируют на удушевленные предметы. На расстоянии так же. Поэтому не надо думать, что папа умер. Это означает невежество. И оно родило вот это вот. Муж хочет ребенка. Я чувствую, что у меня нет для этого сил и желания. Это означает плохой период жизни. У женщины бывают хорошие периоды жизни, бывают плохие. Иногда она может рожать детей, иногда не может. Надо чуть подождать. Если два года нет желания рожать, значит, это болезнь уже. Надо ее лечить. Поэтому замуж надо выходить не в 35 лет, а хотя бы в 25, чтобы посмотреть на себя, что происходит. Могу зачать, не могу. Есть желание, нет желания. Разобраться с организмом нужно. Думала, сгадаем, появится. Но этого не происходит. Все, значит, это болезнь. Я не смогу дать ребенку любви столько, сколько ему нужно. А никто не может дать ребенку любви сколько, сколько нужно. Кроме Бога. Поэтому люди должны поклоняться Богу дома. Чтобы любви очень много было. Человек не является источником любви. Кто из вас, девушки, может дать много любви? Поднимите руку. Смотрите, много девушек сидит. Никто не может дать много любви. Вы можете дать. Хорошо. Каждый день? Каждый день? Нет, нет, вот девушка, мы с ней общаемся. Ну, не важно, кому-то. Детям. Каждый день много любви можете дать. Нет, видите, вы сейчас стараюсь это одно. То есть могу это, да. Хорошо. У вас не бывает такого, что вы испытываете, ну, чувство тяжелое к ребенку. Там, лапза, вы его не видели, там, неприязнь. Никогда не бывает. Всегда только хорошее чувство. Всегда дарите ему не будет постоянно. Бывает все-таки, когда не дарите. А? То есть иногда дарите, иногда нет. Но в целом чувство хорошее к ребенку, да. Видите, мы не источники любви. Если бы я был источником любви, я бы всегда мог давать сколько я хочу, понимаете. Вот, допустим, я источник любви. Значит, у меня есть внутри любовь, как трансформаторная будка. Она источник электричества, да. Сколько она может дать? Сколько у меня ее есть? Всегда. Ничего не меняется. Электричество не колеблется. Оно всегда, говорит, одинаково. Человек может давать любовь или не давать. Все это меняется постоянно. Если меняется, и вы ничего не можете с этим сделать, значит, вы не являетесь источником любви. Любовь зависит от кого-то другого, кто дает вам эту любовь. Смотрите, если бы она была ваша, женское лицо бы не старело. Потому что красота – это проявление энергии любви. Допустим, если женщина является источником любви или красоты, зачем ей стареть тогда? Она говорит, я не хочу стареть с собой. Но она стареет, и от нее любви меньше исходит. На молодых девушек больше смотрят. На женщин в возрасте меньше смотрят. Значит, энергия любви от них идет разная. Но женщина в возрасте может давать любовь близким людям. Не всем подряд, а близким людям. Девушка молодая привлекательна для всех, потому что так устроила природа, чтобы она нашла себе близкого человека, рожала детей. Но женщина в возрасте, она может любовь давать близким людям в полной степени. Но не всегда. Иногда может, иногда нет. И женщина очень сильно страдает, когда муж, допустим, рассчитывает на любовь сегодня, а она ее так не может, потому что у нее нет сил для этого. Она говорит, извини, я сегодня не могу тебе улыбаться, ходить, наслаждать тебя, потому что у нее нет сил. И он нервничает, он говорит, что значит нет сил. Не понимает, что женщина не источник любви. И так источник любви находится, согласно ведом, в сердце. То есть есть смерть душа, или голос в ее вести, или источник счастья, источник любви, источник интуиции, источник знания. Тот, с кем мы общаемся. Мы с кем-то общаемся, мы говорим. Я хочу замуж, я хочу замуж, женщина говорит. И мы говорим, сама себе говорю. Ну как, люди, не самим чисто, как можно говорить самому себе? Ну представь, здесь пустой зал, и я лекцию читаю, сам себе. Добре? Я знаю, я знаю. Можно лекцию читать, только кому-то. Так? Я говорю, я хочу замуж, кому? В сердце душе, там есть кто-то, кто с нами общается. Но так как мы его не видим, мы его просто, мы знаем где-то в глубине души, что он есть. Например, если бежит за мной преступник, в сердце говорит, все будет хорошо, или опасно очень, может быть плохо, в сердце говорит. Значит, есть тот, с кем мы общаемся, и он же дает любовь. Или не дает, если не положено. Поэтому женщина не должна думать, что она источник вот этой энергии для ребенка, сколько ему нужно. Никто не может дать, сколько нужно, понимаете, в этом мире. Никто не может дать. Мужчина часто женится на женщине и думает, что вот она должна мне секса давать, сколько мне нужно, а это невозможно. Все равно будет не хватать. Но женщина не является источником любви. Надоедает отношение близки со временем. И материально не готовы. Вот смотрите, всегда человек главное говорит в конце. Материально не готовы означает, что вы не понимаете одну из женщин. Что будет, если детей рожать не буду вообще? Сейчас я скажу, что будет. К старости вы обезумеете. Женщина, когда у нее нет близких отношений с детьми, если она не взяла на воспитание или не родила, она живет с мужчиной, они занимаются сексом. Эта энергия секса превращается в кандалы для них. Потому что она должна куда-то выходить. Люди занимаются сексом, энергия зацикливается вот эта вот, не на нижних центрах. И она должна дальше идти на детей. И тогда все хорошо в жизни. Если она никуда не идет, не идет, то она испытывает лет через 6-7 совместной жизни без детей. Отвращение друг к другу. А у них постылая жизнь такая. Они живут вместе, но им очень трудно. Вот кто это чувствует, поднимите руку? Есть такие? Никто не поднял, никто не чувствует, кто-то стесняется, наверное, поднимает. Такое бывает. Люди живут без детей, им трудно стало. Почему? Потому что живем друг для друга, а семья должна жить для кого-то. Она должна быть только друг на друге, запутан. Поэтому без детей нельзя жить. Некоторые не могут зачать детей. Надо брать на воспитание. Слава богу, дома переполнены детьми. И можно брать на воспитание и воспитывать ребенка. Скажете, я не хочу ни своего. Это означает, ты эгоистка просто. Да, мозга костей эгоистка. Значит, будешь страдать. Не хочешь жить для кого-то, будешь страдать. Все, будешь мучиться. И так надо с помощью духовной практики, с помощью молитвы, осквернение себя это снять и лечиться от бесплодия. Если ты не хочешь детей, это означает, есть признаки вот этих бесплодий внутренних. Оно может по-разному проявляться в виде, допустим, не хочу детей или не могу зачать детей. Десять лет встречаемся с мужчиной. Второй год назад родился ребенок. Не так и не продолжили, не предложили выйти замуж. Что делать? Вы знаете меня, да? Мозги надо немножко развивать. А вы в чем? Вот какая вот женщина с мозгами будет спать с мужчиной, который за нее не вышел замуж. На ней не жениться. Какая нормальная женщина, вы будете так спать. То есть я с вами общаюсь, да? Это смело очень. У нас анонимная беседа. Надо культивировать все понимания вещей правильное. Вот допустим, вы говорите, а если я не буду спать, дождь жених бы с мужчиной, он вообще тогда меня замуж не возьмет. Не факт. Есть мужчины безответственные, есть ответственные. Ответственные, наоборот. Ответственность у мужчины растет по мере его отношений с женщиной. Если он видит, что она не хочет секса без женитьбы, что дальше у нее происходит внутри? Созревание вопроса, что надо жениться. Оно зреет постепенно, он общается с девушкой, вопрос зреет. Потом, когда он зреет, он ее берет замуж и получает свое. Но он уже знает, что это очень возвышенный человек. Я тяжело трудился, чтобы добиться. Ценит отношения уже. Второй вариант, как бы мужчина с девушкой познакомился, и она прыгнула в постель к нему. Первый же день. Будет ценить, нет? Будет женщина. Кто считает, что будет, поднимите руку. Кто считает, что не будет. Больше считает, что не будет. Есть опыт, опыт, мои хорошие. Понимаете, ценить означает взял замуж. Взял замуж. Ценить не означает просто ухаживать, заботиться. Это просто взял замуж, да? Ну, вам повезло, значит. Это просто спорт. Потому что я знаю много другого опыта, что не повезло. То есть, бывают хорошие люди, да. Ну, то есть, поспали вместе, он честно отнесся, верно так отнесся. Бывает такое. Не часто. В основном обманывают. Кого обманывают, поднимите. Многих обманывают. Ну, то есть, не надо так делать. Это неправильно. Потому что, ну, женщина должна стремиться к семье, а не просто к тому, чтобы поспать. Ей Бог в сердце дал это знание. Она боится этого. Боится таких отношений. Они называются незаконными. Потому что потом незаконный ребенок рождается. Что значит незаконный? Это значит, что он никому не нужен. Понимаете? Я родила ребенка, замуж не предложили. Почему не предложили? А потому что не договаривались. Мы договаривались просто наслаждаться вместе. А ребенке никто не договаривался. А? Договаривались как? Устно? Это не договоренность. Надо расписываться. Это договоренность. Понимаете? В отношениях эгоизма не надо человеку верить на слово. Это не отношение чистоты. Когда люди занимаются сексом друг с другом, это не отношение чистоты. Это отношение самого глубокого, жесткого эгоизма, который только существует в этом мире. Это отношение наслаждения и не чистоты. В этих отношениях наслаждения нет законов. Это джунды. Понимаете? Законы есть более чистых отношений. Поэтому веды говорят, сначала надо общаться друг с другом, расписываться, а потом уже постель. Когда закон появился уже над этими отношениями. Закон появился. А тут договоренность не работает, потому что там очень сильная энергия. Допустим, я могу сказать, я буду смелым, когда на меня нападут бандиты. Но когда на меня нападают бандиты, у меня вдруг неожиданно тяжелеют штаны. Ноги подкашиваются и трясутся. Я ничего с этим не могу сделать. Хотя я хотел быть смелым. Почему? Потому что сильной энергии действует. Сильной энергии. Ничего с ним не сделаешь. Также здесь. Половые энергии очень сильные. Допустим, я с этим... Допустим, я там... У меня есть девушка. Я с ней наслаждаюсь. Бац, появился еще красивее. Так как нет никаких законов. Я думаю, ну что... Мне это больше нравится. Понимаете? Все, понеслась. Там нужно правило изучать, как жить. Я боюсь всего. Боюсь смерти. Боюсь летать на самолете. Боюсь за жизнь детей. Мужа. Боюсь ходить одна. Находиться одна. Во мне постоянно живет страх. Это болезнь. У нас есть определенный канал психический, который с этим связан. Вы об этом просто не знаете. Думаете, что это часть меня. Нет, это просто болезнь. С точки зрения страха, то каждая женщина склонна бояться. Это нормально для женщин. Это хорошо. Так устроена женская природа, и она работает хорошо. Это правильно бояться для женщин. Но если человек постоянно боится, значит канал забит психически, работает неправильно. Надо просто полечиться. У нас есть возможность это вылечить. Мы ставим кору. Кору такую большую. Много-много кусочков вместе склеены. Они как бы специально столько, сколько нужно, чтобы прочистить каналы. Когда мы подбираем, это сложно подбирается, четыре канала, четыре хронических вида, хронических заболеваний у каждого человека есть в организме. И все четыре канала прочищаются в течение полгода. Каналы освобождаются от болезни тонкие. И на внешнем плане болезнь тоже проходит. Поэтому очень тяжелые заболевания сейчас мы лечим успешно. У нас есть уже научные результаты, подтверждение. с злокачественными опухолями, с эпилепсией, документальное подтверждение вылечивания. С тяжелыми заболеваниями многим. Потому что они все зависят от забитости этих каналов. Надо лечиться. Правда, значит, надо лечиться. Объясните, пожалуйста, как душа умершего может быть связана с живущим родственником, если она воплощается в новое тело. Надо разобраться. Моя душа, то есть я тело, получается, или я душа. Надо разобраться в этом вопросе. Это сложный вопрос для понимания. Вот вроде бы я вот это вот. Вот это вот я. Вот это я. Родненько, да? Но если мне вот это вот отрезали, вот эту часть я, я остался или нет? Я тот же самый или не тот? Кто считает, что не тот же самый? Я уже другой. Стал другим человеком. Поднимите руки. Кто считает? Нет, все считают тот же самый. Хорошо, а если с этой стороны отрез, то с этой оставим. Тот же самый? Есть, описано, что один негр живет у него пол черепа. ему так была авария, у него отрезало пол головы, мозга, и он остался жив почему-то, с другой половиной живет. Видите? Тот же самый человек, но с одной половиной головы всего. Вот, а если другую половину отрежет, тот же самый, да? Сердце пересаживают, печень пересаживают, почки пересаживают. Все, тот же самый человек. Значит, получается, все заменили, по очереди, но я тот же самый. Значит, я не тело. Знаете, я не тело. Я живу в теле. Попытайтесь это понять. Мне вопрос, смотрите, как задний. Посмотрите, пожалуйста, как душа умершего человека, душа умершего человека, может быть, связана с живым человеком. Человек живой, да, а другой умер человек. Как же он может до него быть связанным, если один живой, а другой мертвый? Так речь идет не о живом человеке, а о душах двух. Душа живет внутри тела одного, она может жить вне тела. Душа. Да легко доказать, что душа может жить без тела даже, без грубого. Есть духи, допустим, они атакуют людей. Человек говорит, у меня голоса внутри, кто-то мне постоянно что-то бормочет. Человек, который пользуется нами, нашими органами слуха и мозгом пользуется, тонкая структура пользуется для того, чтобы жить. Есть такие паразиты, виды жизни, которые пользуются тонким телом нашим, торгаются, если я слабый, но тонкое тело, человека слабый, торгается дух, закрепляется там, и ты начинаешь отождествлять его с собой. Ты говоришь, я что-то двумя голосами говорю, один мой голос, а второй не мой. Так это не ты говоришь вторым, другое живое существо говорит. Его можно вытравить из организма. Когда энергетику тонкого тела повышаешь, у меня был такой случай, у ребенка была эпилепсия, в нем сидел дух. И дух, он как-то по-взрослому себя вел, то есть ребенок такой постоянно что-то по-взрослому там говорил, причем нецензурно часто, когда дух охватывал его существование полностью. Я посмотрел, в каком канале как бы он находится психическом, где он закреплен, взял, поставил лечение, и через некоторое время, когда лечение начало работать, там 20-30 минут мы подождали, и этот дух начал говорить языком ребенка. То есть маленький ребенок, 5 лет, такой стал очень серьезным, и он говорит, мне жарко, уберите эту штуку, мне жарко. Я ему отвечаю, а тебе вообще здесь делать нечего в этом теле, это не твое тело. Начал объяснять, жарко ему или нет, это как бы другой уже вопрос. Если ты залез не туда, куда надо, значит тебе будет жарко. И мы его вытурили из этого тела через некоторое время. Ушел из него. Понимаете, нет ситуации? Мы очень безграмотные. Сейчас некоторые врачи, психиатры сидят и смеются надо мной, думают, Олег Геннадьевич, да ты вообще шизофреник. Не факт. Не факт. Надо разобраться, кто шизофреник. Тот, кто изучает вопрос или тот, кто просто доверяет каким-то внешним там описаниям. Допустим, мы приняли это вот так вот, теоретически, что никаких духов нет, просто у человека психика работает ненормально, и все. На каком основании она работает ненормально? Почему он чувствует, что какой-то голос наружу? Надо изучать этот вопрос. Так или нет? Хоть это и необычно кажется, а наука означает, мы необычные вещи изучаем. Мы изучаем необычные, я изучаю это все, вижу, как это работает. И есть священное писание, которое описывает это. Даже есть целая наука, называется бутология в Ведах. Описываются разные виды духов, как они действуют. Например, есть веселящие духи, которые действуют через спиртное. Человек выпивает, и дух заходит в него веселящий. И что он делает? Он обменивает волю человека, который пьет, на счастье. Он у него забирает волю, то есть человек не может без спиртного испытывать счастье уже после этого. Или может, но не так сильно уже, послабее. Когда самая тяжелая ситуация в жизни возникает, он надо выпить, чтобы выжить. Он не может уже сам ее решить с помощью своей силы. У него воля уже не поднедлежит ему полностью. И те, кто выпивают, они подумают сейчас, они как думают. Ну, Олег Геннадьевич, ты, по-моему, загибаешь здесь. Почему? Потому что философия человека всегда соответствует его возможности внутренней. Человеку очень трудно признать, что он подвержен влиянию духа. Как ему это определить? Только трезвый, разумный человек может это определить. Скажет, да, я зависим от этого духа. мне когда тяжело, я выпиваю. Все. Это означает подвержен, что влияние духа. Также бывают люди, которые выходят из себя сильно, то есть они начинают ругаться, орать, не могут остановиться. Это тоже влияние духа. В этот момент человек не может контролировать себя, ему хочется кричать все время. Почему? Потому что злой дух повладел. потом он успокаивается, злой дух выходит. И говорит, у меня срывы. Человек говорит, у меня срывы. Но это не просто твои срывы, это кто тебе помогает, мой хороший. Видите, надо все это понимать. Итак, как душа может с душой быть связана? Там очень просто. Какая разница, в деле ты находишься или нет. У тебя есть связи родственные, они остаются. Ты выходишь из тела, связи все остаются. Они никуда не убиваются. Просто люди уже не могут общаться друг с другом, но связи остаются. И если человек в возвышенной жизни жил, он становится ангелом-хранителем другого человека. То у некоторых есть в роду ангелы-хранители. С родом связан человек остается. А у некоторых нет ангелов-хранителей в роду. Вот тут у вас, допустим, молодой человек есть в роду по материнской линии личность, которая дает вам знания. То есть она дает вам силу знания. Вы чувствуете, где правда, где неправда с помощью этой силы. Сразу, может быть, вы не поймете, но потом раз у вас все в голове утверждается. Это благословение от этой личности, которая очень глубоко изучала истину в свое время. Может, вы даже знаете, это вы человеку не знаю. Может быть, нет, но я вам говорю, что это есть. Не у всех людей, вот я смотрю, много людей, у многих нет ангела-хранителя, у многих есть, у кого-то есть. Сейчас смотрю, изучаю, у кого еще есть. Да, правильно, правильно. Нет, вот девушка подняла руку. Да, у вас есть, да. Да не у вас, вы же не подняли. По отцовской линии, по отцовской линии, нет, у вас не работает эта система, у нее работает по отцовской линии, у вас нет. Не знаю, я не разбирался глубоко в этом вопросе, но у нее работает, ее защищает, а у вас нет. От чего? Этот ангел-хранитель дает вам стремление к духовному знанию, девушке, стремление к духовному знанию. Он вас тащит в духовность, в силах. Это вы тащите, да, но ее тащит вот этот родственник ее. Все, я, мне. Сработала система. Как только я начинаю говорить о кому-то конкретно, нас перемыкает сразу, и мы хотим только мне, я и мое. А я вообще, как бы сюда пришел, для того, чтобы давать знания всем сразу. Я просто в качестве эксперимента, как бы вам это показал, что это работает системой. Есть такое понятие, ангел-хранитель, означает, связь с родственником остается. Вы не расстраивались, что вы так расстраивались. У вас есть много хорошего без ангела-хранителя. У вас есть, и как бы, что вы так расстроились. У дочки есть ангел-хранителя, у меня нет. сестра, не важно. Я просто, мне плохо видно, облиться, поэтому я могу перепутать. Вы что расстраивались-то? Не надо расстраиваться. У вас другое есть. У вас есть глубокое чувство к истине внутреннее, свое. Не надо расстраиваться, вы переживаете. Как я определил, что вы переживаете? Вы улыбаете снаружи, а внутри переживаете. Как я определил? А? Вы сейчас меня обманываете. Себя тоже. Я это определил, потому что человек очень глубоко другим человеком может контактировать. Глубоко очень. И эти глубокие контакты возникают из-за того, что тонкое тело, оно активно, оно действует наружу. Точно так же действует наружу, как, допустим, с человеком, который ушел из жизни. Точно так же действует. Связь это есть. Точно такая же. Нет в этом ничего плохого, что вы с ней делаете нормально. Ну, почему у меня нет? Это с чем дело? Вы же одинаковые с ней. Вы сестренки. Ну, нормально. Итак, связь есть. Спасибо вам. Это значит, что мы будем сегодня розыграть после лекции. Человек хочет, чтобы все были счастливы. Имеет ли смысл молиться об умершем? Какому умершему? Заказывать панихиды в церкви через 2-5 лет после смерти. Может быть, душа уже в новом теле. Может быть, это легко определить. Если у вас спокойно по поводу этого человека уже, значит, у него все нормально. Если неспокойно, вы вспоминаете с болью в сердце, значит, надо молиться. Боль означает, нужна помощь. Когда мы боль испытываем по отношению к кому-то, значит, нужна помощь. У кого спокойно уже по отношению к умыльшему, все значит уже все. У кого неспокойно, значит, надо молиться. Будете молиться? Надо молиться. Значит, вы любите человека. Если вы сказали, да, буду молиться. Значит, первое, вы верите в молитву, второе, любите человека. Я не смогу на много записок слишком ответить, потому что цель ответов на записки это просвещение также, не то, что консультации просто. Мы пытаемся разобраться в вопросах. Мне 62 года. У меня наблюдается слабость в пальцах. Это вот к моему помощнику. У меня здесь врач бесплатные консультации дает. Я в этих случаях, когда человек говорит о болезнях, я ему говорю, что мы можем рассуждать с вами о наших геморроях друг с другом, но остальным будет неинтересно. Добрый день. У нас гражданский брак. Постепенно, постоянно ругаемся из-за свекрови. Какой свекрови? Если у вас гражданский брак, значит, нет свекрови. Правильно, что тоже не права, но очень сложно приступить через себя. Хочу, чтобы муж был на моей стороне, быть иногда. Как перебороть себя? Ведь когда иду на встречу, мужу, все хорошо. А когда я перебор, то я эгоистка с его слов. думаю, приступить через себя не могу, так как мой партнер предлагает мне замуж партнера. представьте, как мы унижаем себя. Как мы унижаем себя. Представляете, жить с партнером много лет. С партнером. Это же не теннис? Смейная жизнь не теннис, правильно? Представляете, что мы вытворяем вообще с собой? А почему так происходит? это потому, что мы не задумываемся, что такое семья. Прежде чем создать семью, надо задуматься, что это такое. Это очень глубокие, очень болезненные отношения. Опасные отношения по факту. Самое тяжелое, самое опасное отношение это личные отношения. Я сегодня сидел, принимал по фотографиям пациентов, смотрел там, изучал, что делать в квартире, в съемной. И в это время за стеной начала кричать женщина. Так я понял, на своем ребенка или на кого-то еще. Она кричала очень сильно. И сразу создался впечатление, первое создалось впечатление, что она плохой человек, потому что она ругается. я начал молиться, потому что почему ощущение, что она плохой человек? Потому что мне больно от того, что она кричит. Она вызывает боль в своих поведениях. Почему она вызывает боль? Потому что у нее не хватает счастья и она насильно пытается забрать счастье у других. Воплем. По факту ругань означает одну вещь. Дайте мне счастье, я не могу жить без счастья. Я замучена несправедливостью этого мира. И в частности твоей. я начал молиться. В молитве у меня получилось увеличение силы внутренней, духовной силы. И этой силой я повлиял на ее структуру психическую. И в этот момент я увидел, что она очень сильно страдает. Она не виновата в агрессии. Ее ситуация жизненная, в которой она живет, вызвала к агрессии. Сама ситуация вызвала. так люди ругаются по той причине, что они не знают, что происходит вообще. Не знают, что происходит. Я сейчас вам несколько утверждений сделаю, и вы поймете, что ругаться бессмысленно. Несколько утверждений. Первое утверждение. Только святой человек может реально понимать другого человека. Все остальные вообще не понимают. мы просто пытаемся это делать. Видите, я сказал это, а вы не поверили. Знаете, почему? Потому что вы меня не понимаете. Если вы чувствовали мое сердце, вы сразу записали то, что я сказал, потому что вы готовились к этому. Но так как вы не записали, это означает, что вы не поверили. Почему не поверили? Потому что вы не чувствовали мое сердце. У меня есть опыт. Я говорю, почему так много людей на лекции? Потому что я говорю только правду. Я не говорю, не хочу ничего придумывать. Говорю только свой опыт жизненный. Мой опыт такой, что люди по факту не чувствуют друг друга глубоко. Они могут пытаться, могут принимать. То есть разумный человек какой? Он принимает, что это возможно. Что это возможно. Но он да? Нет, нет. То, что вы называете любовью, это не любовь. Это влюбленность. Послушайте меня. Вот вы наслаждение человеком определили как любовь. То есть нам наслаждаемся, нам хорошо друг с другом. вы говорите это любовь. И в это время ты чувствуешь, что нужно человеку. Знаете почему? Потому что у тебя достаточно счастья внутри, чтобы чувствовать. То есть тебе хорошо с человеком, и поэтому ты его хорошо чувствуешь. Потому что у тебя есть на это силы. Теперь смотрите другой вариант. Ты не испытываешь счастья от человека. Допустим, он лежит ниже там, пьяный. Ты его чувствуешь? Нет. У тебя неприязнь. Нет счастья, чтобы переварить его боль. Мы не чувствуем его полностью. Чувствовать другим. Да. Да. А это очень высокий уровень сознания. Называется святость. Человек счастлив в целом. Почему он счастлив в целом? Потому что есть источник счастья, который постоянно дает энергию. Почему он ему дает энергию? Потому что человек хочет постоянно служить, 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 служить другим. И он действует как проводник божественной силы. Называется святость. Люди обычно не живут в таком состоянии. Они эгоисты по-треводам. То есть они наслаждаются, когда их наслаждает кто-то. Когда их кто-то не наслаждает, они подальше хотят от этого человека. Потому что счастья нет. И вот как раз об этом я говорю, что мы чувствуем человека когда нам хорошо с ним. когда люди ругаются друг с другом, они что делают? Разъединяются. Они не могут уже чувствовать. Человек у больно, а мне у меня недостаточно сил, чтобы его боль с него среагировать. Нету сил на это. И поэтому я не могу ему понять. Но тем более надо понять такую вещь, что мужчина в целом не может понять женщину, если Бог не позволяет это сделать. Потому что смотрите у женщины такая психика. Она очень утонченная такая. Она воспринимает очень полезно, чутко, тонко. У нее такая жизнь в этом мире как в волоске такая. Все может ее ранить. Она испытывает от всего дискомфорт, что может происходить вокруг. Но мужчина совсем другая психика. Не воспринимает много таких вещей, как женщина воспринимает. Больше он воспринимает что-то другое, насколько способен добиться своей цели в жизни. Он сильно реагирует на свою возможность достижения, каких-то достижений. Женщина реагирует на отношения сильно. Она чувствительна к отношениям. Мужчина не чувствительна к отношениям. Когда женщина говорит, ну, ты не понимаешь, как неплохо с тобой, когда так себя ведешь. Почему ты таким тоном не сказал? Он вообще не задумывается об этом тоне. Он вообще об этом не думал. Он вообще не может понимать, каким тоном говорить. Он говорит тем тоном, который у него выходит изнутри. У него нет необходимости менять тон, потому что это не является его жизнью вообще, об этих тонах речи задумываться. Но женщина, когда другой тон, мужчина другим тоном ведется, говорит, ты что, не видишь, что мне плохо, когда ты так грубо говоришь со мной? Не видит. И никогда не увидит. Ну факт. Почему? Потому что в этом мире мы эгоизм, который очень плотный эгоизм, в котором мы живем. У каждого человека эгоизм очень плотный. Знаете это понятие? Очень плотный. И этот плотный эгоизм, в котором мы живем, он не дает возможности вообще разобраться в другом человеке, но при этом он требует, чтобы кто-то разобрался во мне. Знаете, как тяжело почувствовать другого человека? Это надо реально очень сильно молиться, чтобы его боль почувствовать внутренне. Молиться надо. Вот допустим раз, два, три, четыре, на четвертом ряду. Женщина, я на вас смотрю сейчас, видите, на вас рядом. на вас, да? А вы по-гругому считали в своей жизни, и вы сейчас немножко в шоке от того, что я говорю. Но вы даже не представляете, насколько мне трудно понять, насколько вы в шоке, и как вы понимаете меня вообще в целом. Очень трудно понять, хотя я пытаюсь это сделать изо всех сил. У меня есть способности это делать, но мне все равно очень трудно, потому что у вас своя жизнь, свое восприятие мира, но другой совсем человек, понимаете? Но мы с вами не связаны ничем, то есть смотрите, нам легко общаться, потому что у нас нет привязанности никаким. А в семейной жизни что происходит? Между мужем и женой завязывается узел привязанности. Что это за узел такой? Когда одному чуть-чуть плохо, второму немедленно плохо становится. Этот узел заставляет им наслаждаться вместе очень сильно и страдать вместе очень сильно, понимаете? Когда человек страдает хотя бы чуть-чуть у него разум выключается вообще. Поэтому допустим я страдаю и говорю своему близкому человеку перестань так делать. Сами слова вызывают сильную боль у него в сердце. И когда ему больно делают, он реагирует на боль, а не на то, что ему говорят. О чем говорят, он уже не понимает. Допустим я объясняю близкому человеку. Я сейчас ставлю для того, чтобы вытащить занозу. Я вставляю игночку, он и отдергивает руку. Я говорю слушай, ну мы же занозу так говорили вытаскивать. Он говорит мне больно. Я говорю будем вытаскивать занозу или нет? Нет, не будем. Она же будет гнить. Ну пусть гниет, мне больно. Понимаете, когда человек больно, ему все равно, что там происходит в отношениях, ему просто больно. И люди не могут понять, что от них хотят, когда им больно. И вот мне задал вопрос человек, он говорит, мы ругаемся там и все прочее. И почему я, когда веду хорошо с ним себя, он нормально, ему все хорошо. А когда я начинаю реагировать на него, он говорит, ты эгоистка. Вадим все на лапу. Все так устроены. Причем интересно знать, что человек не просто привыкает к тому, что с ним хорошо себя ведут, а он вообще даже не понимает, что это может доставлять какие-то усилия. вот смотрите, сейчас я приведу пример, классический пример. Вот допустим, женщина, она не знает, что в чьи находиться вот в таком состоянии реакции, реагирования на ее эмоции, чтобы ей было хорошо. Это большая эскиза. То есть вот рядом с женщиной постоянно ну как движется в своей психике. Допустим, она говорит хочу мороженое. Раз да. То есть понимаете, у него стабильная психика. Здесь вход микрофона пустой. Он понимает, что может неожиданно захотеть мороженое. Он понимает как бы он говорит надо все отговаривать заранее. Я сработаю. Ну ладно, хорошо, он любит, поэтому он говорит да, пойдем в место темно покупать мороженое. И они идут когда подальше. не раз что-то опять изменения произошли, потому что у них психика движется постоянно женщина. Она говорит нет, все-таки надо пирожное. пирожное. И он конечно правильно надо пирожное. Если он так вот себя ведет, допустим, она думает что-то нормально. Женщина в фоне для чего мы сейчас с трудом, да? Почему? Нет, с трудом. с трудом. Я вот конкретный случай разобрал, а таких же случаев девушка говорит все понятно на четвертом ряду. С вами отношения. У вас есть близкий человек? Есть, да? Муж? Хорошо. Он способен терпеть ваш гнев. Вы иногда гневаетесь. Это нормально? Я очень благодарен, да? Вы знаете насколько ему больно, нет? Не очень, да? Ну вы просто знаете, что это нормально, он терпит мой гнев, и это нормально. Вот я сейчас об этом говорю. Понимаете, о чем я говорю? мы привыкаем к тому, что кто-то меня терпит. И потом, когда близкий человек, допустим, ваш муж, когда допустим, такая ситуация складывается, что он не смог терпеть в какой-то ситуации, вы говорите ему, ты эгоист. хотя он много терпел до этого, но в какой-то момент он не смог терпеть. Ты эгоист, допустим, да, ну вы так не говорите, вы деликатный человек, но вы обижаетесь, и думаете так в себе. Бывает, да, почему вы так думаете в себе, почему так бывает? потому что вы не знаете насколько много ему усилий надо совершать, чтобы вообще с вами жить. Не потому что вы плохой человек, потому что мы все такие, мы все одинаковые, понимаете? Мы очень сильно верим в то, что у нас все нормально здесь, у меня все воспринимается хорошо, мы так сильно верим в это. Но по факту это иллюзия, поэтому люди ругаются, не понимают друг потому что реально дела обстоят совсем иначе. У нас очень трудная возможность воспринимать другого человека. тоже нет полной возможности. Точно так же. бывает ситуация, когда я считаю, что она несправедливо себя ведет. Если я считаю, что человек себя ведет несправедливо, это значит, что я не понимаю этого человека просто и все. Потому что никто в этом мире не ведет себя несправедливо, все просто страдают от боли, которые возникают внутри. Человек реагирует на боль по-разному в зависимости от ситуации. Допустим, если я привык тянуть за собой близкого человека, мне это комфортно, допустим. А у него это всегда вызывало страдания. Он не хотел, чтобы его тянули никогда. И когда в очередной раз я его тяну, и он дергается, сопротивляется, я думаю, несправедливо. Почему ты так себя ведешь? Я же хочу, чтобы у нас все хорошо было, поэтому тебя тяну за собой, а ты дергаешься. Понимаете? Я думаю, он насилие надо мной совершает. Тонкий вопрос, очень глубокий тонкий вопрос. Вопрос заключается, первый постулат, который вы должны понять, он заключается, очень простой постулат, хотя бы теоретически надо понять одну вещь. Теоретически мы не чувствуем друг друга и не понимаем. Причина глубокий эгоизм, в котором мы живем. Теперь, кто же чувствует и понимает? Давайте сразу поставим планку, до которой мы должны идти. Кто же чувствует и понимает? Святые люди. Как это проявляется в их жизни? Очень просто. Как бы мы себя по отношению к ним не вели себя, они это понимают. Они понимают. То есть, я понервничал, я грубо себя повел, я плохо себя повел. Что значит понимает? Означает, человек прощает. То есть, он понимает, да, это нормально. Это нормально, потому что очень глубокий, сильный эгоизм внутри человека заставляет реагировать на то, что ему не нравится, вызывает боль, агрессию и другие разные проявления в жизни. Все. Как вырваться из этого состояния? Когда человек постоянно находится в служении святому человеку, он перенимает от него святость. А святость это энергия Бога, которой по факту мы не пользуемся сейчас, потому что войти в это состояние, пользоваться такой энергией, является целью человеческой жизни. Это как раз и есть тот экзамен, который нам надо сдать. и люди по факту они думают, что нам им надо просто наладить отношения. Вот большинство из вас людей пришли на лекцию для того, чтобы наладить отношения просто и все. Для чего? Для того, чтобы наслаждаться жизнью просто. А второе утверждение, которое я сейчас сделаю, тоже непонятно. Второе утверждение такое, это жизнь не предназначена для наслаждения, она предназначена для сдачи экзаменов. Это значит, что то, что мне дан такой человек близкий, это правильно, с которым я сдаю экзамен, это правильно. Выкивает сейчас голову, потому что у вас все хорошо в отношении. Когда наступит тяжелый период, он наступит обязательно, не скажу когда, чтобы вы не думали, что я вас проклял. Вот. Я знаю, когда он наступит, но не скажу, вы не готовы услышать. Вот. Вы не будете думать, точно так же, как сейчас, вы будете думать, этот человек немой, он мне не подходит, мы с ним несовместимы. Почему? Потому что он вызывает страдания, будет вызывать страдания близкий человек в это время. Понимаете? Почему он вызывает страдания? Потому что я сдаю экзамены. Если человек это понимает, тогда сначала ему больно, он сопротивляется, а потом, когда ситуация проходит, он прощает близкого человека, он отдышался, думает, я сдаю экзамены, что делать, надо дальше сдавать. Видите, знание облегчает ситуацию. И люди думают, а в каких случаях я могу прощать близкого человека, в каких нет. Вот эти два факта, первый факт, что мы не понимаем никогда друг друга, только иногда мы понимаем, потому что нам хорошо с тобой, друг с другом, а чаще всего не понимаем друг друга. Поэтому надо прощать всегда. потому что человек по факту ничего плохого и не хотел делать, он просто мучается изнутри. И поэтому это мучение его вызывает к такому поведению. Видите, первое утверждение, запомнили, да? Мы не понимаем друг друга из-за эгоизма. Второе утверждение, жизнь предназначена для экзамена, а не для счастья. Поэтому, естественно, что близкий человек мне будет дан для того, чтобы я сдавал этот экзамен. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой я чувствую бесконечное счастье с близким человеком. Постоянно мне хорошо с ним. Это что за ситуация? Как она называется? А? Нет, любовь – это другая вещь совсем. Вы не знаете, что такое любовь. Это называется проклятие. Проклятие. Почему? Потому что, когда ты постоянно наслаждаешься с человеком, эгоизм усиливается, увеличивается эгоизм, и ты при этом не страдаешь. Ты продолжаешь наслаждаться. Очень сильная гармония. Женский эгоизм полностью совпадает с мужским, идет полная гармония. Мы привязываемся к наслаждению друг к другу. Мы считаем, что у нас все хорошо и будет хорошо вечно. И мы так живем друг с другом. Потом бац! Расставаться-то все равно придется. Один тело оставляет, да, из двух. И второе, что чувствует? Жуткие страдания. Жуткие, просто жуткие страдания. Почему? Потому что, во-первых, он просто думал, что так всегда будет наслаждение, а во-вторых, он просто зря прожил свою жизнь. Потому что жизнь-то, она другая совсем. Она предназначена для экзаменов, а не для вот этого бесконечного балдежа, который только портит нашу жизнь. Только портит. Вот знаете, самые тяжелые стрессы, которые я видел в этом мире между людьми, они возникали в том случае, когда у людей были очень глубокие отношения, глубокая гармония, и потом один из них резко нарушал отношения. Вот тогда такой расколбас у второго был, что просто невозможно смотреть. Люди просто еле выживали от этого. Почему? Потому что они верили, что им положено вот это счастье постоянно в отношении. Но если разобраться вот серьезно, глубоко-глубоко разобраться в этом вопросе, я каждую лекцию об этом говорю, все равно непонятно. В сердце все равно будет непонятно. Это сложнейший вопрос. Вопрос в том заключается, что же любовь такое? Любовь, вот смотрите, эталон любви возможно видеть только в отношении духовного учителя и ученика. Духовному учителю ничего не нужно от ученика. Он просто его благословляет, чтобы у него все было хорошо. И ученику тоже ничего не нужно от учителя. Он просто служит ему с любовью, понимаете? Вот между ними бескорыстное отношение. Они не наслаждаются друг другом. Не наслаждаются. Они просто друг другу служат. Вот это называется и у них много счастья внутри. Счастье, смотрите, счастье идет за служением. Давайте разберем такой пример. Допустим, возьмем ситуацию, в которой девушке не нравится молодой человек, но она считает, что она должна с ним жить. И она просто начинает служить ему, потому что так положено. В результате в нем скрывается душа. Когда человеку служат с любовью, в нем духовные качества скрываются в этом человеке. И он начинает становиться благодарным. благодарю. То есть, он благодарным становится в сердце. Понимаете? На том, кто хороший человек я раньше не замечал. мои дорогие, я вам сейчас одну вещь скажу. И между ними начинаются очень высокие отношения, по факту. Но на низких центрах нет гармонии. Я вам сейчас одну вещь совершенно шокирующую вам скажу. Шокирующую. вот именно такие отношения, которые я сейчас сказал, они наиболее устойчивы. И сейчас объясню, почему. Потому что в них почти не отрабатывается карма. И как они возможны, эти отношения? Слушайте меня, сейчас будет очень сложно слушать, но внимательно слушать, чтобы понять то, что я сейчас буду говорить. Если культура правильная, то родители занимаются духовной практикой. И общество тоже все занимается духовной практикой. Не в джунглях, в которых мы сейчас живем, люди живут, а в том месте, где родители очень возвышенные люди, и вокруг тоже живут очень возвышенные люди, есть наставники у всех. И родители советуются с наставником и говорят, вот этот молодой человек подходит нашей дочке. Наставник говорит, да, я согласен. Гороскоп, чувство внутреннее общения с этим человеком подтверждает, что он подходит. Она смотрит на него и ноль эмоций. Никакого чувства притяжения, о котором так сильно мечтали большевики. Не возникло наше поддействие, наше действие. Папа, мама, наставник и человек. Гудбай все, все гудбай. Почему? Потому что я этому всему не верю. теперь действие вот этого, этой девушки, которая живет в другой культуре. Она абсолютно уверена, что они правы и что будет хороший результат из этих отношений. Почему? Потому что она знает науку отношений, а мы не знаем. Первый постулат этой науки, сейчас я вам выложу. Чем сильнее притяжение между людьми, это ощущение балдежа друг от друга. Мне хорошо с тобой и в снегопад и в дождик проливной. Ну то есть очень сильно такой, драйв такой идет, классно, все супер. Вот так, хорошо нам. Это значит, очень сильно карма будет идти в отношения. Как она будет проявляться? Через ревность, через ощущение собственности, что моя собственность посмотрела, фактически мое чувство любви посмотрела на кого-то другого. Так, очень тяжелая ситуация. Человека как будто резанули по сердцу. То есть моя любовь, ну то есть женщина, которая полностью любит только меня, она больше вообще ни о ком не думает вообще в жизни. Посмотрела на другого мужчину, да еще и улыбнулась ему. Глазам своим не верю. не верю своим глазам. А потом я узнал, что они еще и разговаривали друг с другом. Расколбас идет конкретный просто. Надо меньше пить, надо меньше пить. Или под душем там со следом на этом. Тепленькая пошла, Представляете ужас какой? Когда сильное очень чувство у людей друг к другу. Сильно чувствуют. отец. Тепленькая